Меня зовут Олег, я живу в Киеве, родом из Донецкой области, из Мариуполя. Там у меня мама живет. Уже месяц назад я уехал с Майдана, но я так понял, что здесь события все закончены. Начнем с того, что я с первых дней на Майдане, в принципе, с первых дней. Я убежденный сторонник того, что Янкович это самое большое зло было для страны. И поэтому я вышел на Майдан, скажем так. Я сторонник Евроиндаграции. Но месяц назад я понял, что здесь сидеть уже просто смысла нет. Зачем? Все главные события происходят на востоке. Я поехал в Мариуполь. Мы с людьми, там мне знакомые есть. Мы организовали Мариупольскую самооборону. Точнее, назвали ее Мариупольская самооборона. А так как вот эти ДНРовцы, понимаете, о чем я говорю, тоже назвали себя самообороной. Поэтому мы переименовались Мариупольская дружина. Со мной воевал, кстати. А где вы воевали? Здесь, я имею в виду, ну, события 18-го, 20-го числа. Вместе были, кстати. Просто как бы в Мариуполе создали дружину, но видите ли, как бы если так вопрос такой философский, да, вот почему, допустим, вот я за Единую Украину, да, по всем соцопросам там 78% за Единую Украину, да, даже в Донбассе. Ну, почему, допустим, когда собираются там митинги, да, вот те, кто за Единую Украину, их очень мало собираются. Хотя по соцопросам 70% или 80, да, казалось бы, правильно? А вот, допустим, те, кто за ДНР, да, их собираются большое количество, да, вот именно, понимаете, ну, как бы я же не знаю, в чем дело, правильно? Я могу только предполагать, верно, ведь, да, делать какие-то там, ну, заключения какие-то и так далее. То есть, скорее всего, вот, те, кто за ДНР, ну, как за ДНР, понимаете, существует пирамида, да, вот есть верхушка, да, это люди, которым заплатили, да, то есть у них нет своих убеждений, да, я в этом не уверен. Смотрел Шустрлайф, да, как Юлия Владимировна, да, там, я с ними вела переговоры, там, вот мы там, дебаты и так далее. То есть, понимаете, ну, чушь собачья, извин, можно так сказать, да, чушь собачья. Потому что, ну, извините меня, ну, вот если бы мне, допустим, заплатили, да, чтобы я всем говорил, что 2 плюс 2 это 5, ну, как бы меня не убеждали, я все равно буду говорить, что 2 плюс 2 это 5, правильно? Потому что мне за это заплатили, верно ведь? А почему вы так уверены, что эти люди проплачены? Нет, извините, я говорю, я сказал, есть пирамида, да, вот верхушка, это те, которым заплатили, да, вот они там агитируют и так далее, там, разными действиями, вот, захватывают здания и так далее, да. Скажите, пожалуйста, эти вот проплаченные люди, как вы говорите, это граждане Украины или кто это? Ну, естественно. Ну, допустим, кто заказывает музыку, я не знаю, да? Кто говорит Путин, кто говорит что-то, правильно, да? Но, тем не менее, деньги сюда идут. Кто говорит Янукович, правильно ведь, да? Я же этого не знаю, я же не в теме, в этой, правда? Я просто могу судить о том, что вижу, правильно, и так далее. Откуда у людей оружие здесь, на Майдане, а также в Восточной Украине? Ну, откуда оружие на Майдане, я не знаю. Ну, допустим, у Ванечки муляж, да, скажем так. Но, тем не менее, это действенный механизм. Он очень нормальный человек, допустим, да, естественно, Он не жестокий, естественно, он никого убивать не будет, понимаете? Просто это как бы мера защиты, скажем так, да? Вот опять-таки от тех, которые проплачены и так далее, понимаете? Вот. То есть, как бы, откуда здесь оружие, я не знаю лично, честно говоря. То есть я даже не знаю, где здесь у кого есть оружие. У вас нет оружия? У меня нет оружия. А у вас? Нет, он тоже. Меня зовут Роман, я из Сумы приехал. Вы приехали сегодня или вы уже много месяцев на Майдане? Уже тут давно, уже тут шестой месяц. А что вас привело на Майдан? Расскажите, пожалуйста. Ну, чтобы приехал Януковича прибрать, чтобы власть поменялась, чтобы люди нормально жили на Украине. Ну, это так. Скажите, пожалуйста, вы довольны результатом? Ну, честно, сейчас нет. Потому что на других городах что творится, беспредел. Вот этим я сейчас недовольный очень. Вот это, что человек вам сказал, это все, я с ним согласен. Я его подтверждаю, что нет. До событий, да, 18 числа, до того, как Янукович сбежал, да, вот все тут выступали, все лидеры выступали здесь со сцены, говорили правильные вещи и так далее, и так далее. Как только усилились в кресло, знаете, вот как будто такое ощущение, что в эти кресла, знаете, это какой-то там такой, ну, не знаю, там под этими креслами какое-то устройство, знаете, которое отшибает мозги, да, вот такое впечатление. Знаете, что вот сели в кресло, все, мозги отрубились, и только так, денежные ручейки и так далее, и так далее. Все, больше ни о чем нет, понимаете, ну, нет никаких там вопросов, ни больше ни о чем. Знаете, как будто отшибло просто-напросто. Все. То есть, ну, извините меня, ну, вот мне сегодня звонили с Мариуполя, да, вот события, вот мои, ну, я позавчера приехал, вот позавчера выехал, вчера приехал с Мариуполя. Сегодня мне звонят, говорят, там, вот замначальника ГУВД, он такой ярый ДНРовец, замначальника, начальник наш, он за Единую Украину, вот, его зам, вот, говорит, разделил, расколол милицию на две части, грубо говоря. И вот, ну, я не знаю, конечно, это точное соединение или нет, ну, вот, это, как бы, неподтвержденное, но что часть милиции, которая за ДНР, сегодня стреляла именно по, там, внутренним войскам, которые пытались все это дело, знаете, то есть, представьте себе, милиция стреляла по нашим войскам, по команде вот этого замначальника ГУВД. Кажется, пожалуйста, мой вопрос, как можно разрешить сложившуюся ситуацию, вообще конфликт на Украине? Видите ли, в принципе, если бы, скажем так, если бы действительно те люди были действительно убежденными, да, сторонниками ДНР, да, вот, убежденными, да, идейными, с ними можно было говорить, с ними можно было говорить, скажем, там, срать там какой-то круглый стол, да, там, их требования, наши требования, потому что мы тоже же недовольны тем, чтобы зашло, тем, кто сели в кресло и что не делает. Мы тоже недовольны, правильно?